Хорошо, кто я? На данный момент какой-никакой у меня есть уже бизнес, если это можно так сказать. У меня и в подчинении люди были, и до этого бизнеса я пытался другие бизнесы открывать. Твой проект – определение сильных и слабых сторон моих проектов. Да. Вот этот вопрос. И у тебя формат «Экспертная поддержка». Да, будете меня критиковать. В общем, в чем мои проекты заключаются, которые я сейчас хочу вам огласить. Самый главный большой проект – это проект мечты, скажем так. Проект мечты – это создание в России суперкара. Ну, суперкар – это гоночная машина. Вот у нас Фоменко разрекламировал свою Марусю, но она никакими выдающимися качествами на фоне мировых суперкаров не выделяется. А я хочу сделать такую машину. Я даже знаю уже, какая она должна быть. У меня есть проект на основе английской машины. Она называется «Арель Атом». То есть, как бы она выдающимися очень характеристиками обладает. И я хочу сделать бренд, я еще не знаю, как он будет называться, российский бренд подобной машины, которая бы, а, была доступна для людей с небольшим доходом, кто хочет быстро ездить и получать от этого неимоверный кайф. Собственно, для этого-то и делаются суперкары в основном. Второе. Опять же, отечественный производитель, потому что, как бы, позор нашего автопрома, который называется ВАЗом, как бы, все знают о нем, и все, как бы, ну, в общем, ничего хорошего люди не говорят. А я бы хотел, чтобы все-таки люди говорили о русских производителях. И третий. Ну, как сказать, я сам любитель быстро ездить. И я бы хотел, чтобы люди могли себе то же самое позволить и, как сказать, чтобы люди могли реализовывать свой потенциал. Вот в Красноярске, допустим, есть гоночный трек, на котором люди на заряженных машинах гоняют там, разбивают, все такое делают. В Америке есть такая услуга, вот на этих английских машинах люди платят определенное количество денег, взнос в месяц, и они берут на всех одинаковых машинах, катаются на гоночном треке. Я бы вот хотел большой такой проект создать, чтобы у нас в России была возможность в рамках вот одинакового класса, чтобы люди на этих машинах могли гонять. Первое, что машины недорогие, при авариях они легко ремонтируются. Второе, то, что доступность для людей как услуги. То есть, как бы, люди и мастерство свое вождения повышают, плюс ко всему они кайф от этого получают. Это реальное время провождения для людей. Люди, что у нас, поставятся обычной машиной тюнинговать пустарно, валивают целую кучу денег в дорогие машины, там гоняются в Москве, там и впрочем. Вот в связи с этим у меня возник вопрос по этому бизнесу. Как бы я хотел найти денег, не знаю где, либо как-то попытаться самому заработать, притащить из Америки одну машину такую и сделать нечто подобное на основе технологий, которые в нее заложены. Плюс ко всему ее модифицировать, чтобы сделать еще интереснее предложение для людей. Вот в частности, ну, в общем, сильно не будем в подробности вдаваться, что у меня есть интересная прям такая машина. Она может быть кому полезна? Может быть полезна людям, которые прям любят очень сильно гонять, людям, которые на мотоциклах катаются. На мотоциклах смертность очень большая. А эта машина, она по качеству езды и по кайфу, она приближается к мотоциклу. То есть у нее нет ни дверей, ни окон. Ты едешь, можешь в шлеме, можешь просто в очках ехать. Она видно, как колеса у нее работают, видно, как у нее все работает. И она при этом неимоверно классно едет. Безопасность людей, опять же. Вот. И смысл какой? Вот. Я хочу такую машину сделать. Но для этого я не знаю, как. Мне либо... Я уже чертежи, в принципе, достал этой машины. У меня есть люди, которые готовы, в принципе, со мной команда формироваться, чтобы ее производить. То есть, как бы, люди идейно уже готовы со мной работать. Но сейчас все упирается в то, чтобы либо мне искать где-то свою внутреннюю финансовую нишу, чтобы запустить это производство и готовый продукт для людей произвести. Более того, я уже делал опрос. Люди, в принципе, готовы такие машины покупать за ту цену, какая получается. Только вот, как бы, я не знаю, как это связать. Вот. Либо второй вариант. Мне просто нужно машину эту привезти, ее разобрать и сделать то же самое. Но, как бы, самому... Да, дешевый аналог. Не китайский, вот как китайцы делают. Но, получается, все как-то не так. А вот именно адаптировано для российской действительности. То есть, как бы, ремонтопригодность, удобство и простота. Вот. Это основной... О, уже пять минут изговорил. Основная моя, как бы, идея. А вторая идея... Вот у Анечки была идея, чтобы она могла делать бизнес, не привязываясь к какому-то месту, чтобы бизнес в интернете. У меня, вот, как бы, в связи с этим две идеи бизнеса. Это коучинговый бизнес. Как коуч я, может быть, сам не очень хорош на данном этапе. Я это могу смело признать, что мне люди говорят, я не умею людей учить. Ну, ладно, не умею и ладно. Возникает другой вопрос. У меня возникла такая идея, что просто именитых коучей взять того же парабеллу, приглашать и проводить мероприятия, связанные с их выступлением. То есть, грубо говоря, я создаю все условия для того, чтобы коуч приехал, собираю большую группу людей, и он делает свою работу, которую он профессионально умеет делать. А я, получается, как бы зарабатываю на том, чтобы обеспечить эту качественную работу, чтобы человек просто взял и сделал то, что он умеет делать. Второй бизнес – это интернет-магазин. Сейчас, как бы, вот Анечка не стала говорить про интернет-магазин, но я озвучу эту идею. Ну, как бы, мы много обдумывали интернет-магазины, какие можно, что продавать. Интернет-магазин – это интересная идея. Что можно продавать? Вот, дошли до того, что продавать через интернет-магазин детскую одежду. Чем это выгодно? Тем, что мамочки, которые сидят в ожидании рождения детей, они в интернете сидят, изучают активно. Посмотрели детскую одежду, можно комиссионную сделать, потому что дети быстро растут. Соответственно, надобность в этой одежде, которой целая куча в связи с детьми, отпадает. Люди могут просто старую одежду за какие-то деньги сдавать и брать новую. То есть, как бы, создать такой портал, в котором могли бы люди, вот, есть в интернете, в контакте, допустим, отдам даром, но там все подряд. А мы хотели бы более грамотно сделать именно портал по детской одежде. То есть, да. Есть уже СИБМА. Ну, СИБМА, там просто, где можно купить подешевле, кому-то что-то отдать и все такое. А у нас-то нужно коммерческую составляющую. СИБМА, они, как бы, у них составляющая на уровне советов больше, чем на уровне заработать. Они там, да, заказывают. Но как они там, взяли, скинулись, один человек пошел, заказ отдал. А у вас это магазин именно детской одежды или магазин для беременных? Для беременных все от и до. Все туда. Да, все туда. Плюс еще комиссионка, те же самые коляски и все такое. Все, что связано с этим, потому что оно захламлять людям нет. Можно, знаете, как называть просто в качестве идеи, если еще все можно, заранее, да? Можно, ну, как бы, такое название. Практичная мама. Да, кстати. И там как раз все... Нет, организаторы через интернет комиссионные продажи... Нет, вот практичная мама, и там очень много может быть всякое там. СИБМА это как бы про все, а вот экономический аспект... Да, потому что мама, она домохозяйка, соответственно, она дома уют создает. Слушай, что там будет продаваться? Будет продаваться и в БУ, и новое? И в БУ, и новое. Раздел, да. Раздел отдам даром. Раздел могу поменяться. Вот как в отдам даром. Только это для мамочек именно. Потому что мамочки, они много дома сидят, и у них есть свободное время, чтобы там ВКонтакте быть. И мы хотим поддержать эту идею тем, что фактически это как бы получается для мамочки, это ее бизнес. Собрать все, что ей не нужно, выложить туда и обменять на то, что нужно. Да, я не могу сказать-то, в итоге, смотри, я не зря дома сидел. Отличный бренд, офигительный бренд. Смотри, практичная мама, да. Еще мамочки, на самом деле, этим и занимаешься с утра до вечера. А они все время меняются друг друга. Извините, я недавно поменяла гитары, на которой никто не играет на детстве, но в себе. Понятно. Смасштабировать надо это все. Сделать удобный и понятный сервис. Удобный и понятный. Я обратную связь от вас. Вот как от людей, у кого есть дети. Ты проговорил три бизнеса, да? Три бизнеса, да? Три бизнеса. Три бизнеса. Три бизнеса. Коучинг, ареалятор, машина гоночная и интернет-магазин. То есть, тренинги, машина и интернет-магазин. Три. Ага. То есть, по этим трем... Да, по этим трем, у нас осталось. Я не знаю, идейная поддержка или кредит. Что мне не хватает? Ну, ты определился, какой у тебя бизнес? С чем ты купил? Вот я не определился просто. У меня, смотрите, вообще смысл какой в моем понимании? Для того, чтобы заняться машиной, мне нужны деньги. Понятно. Это инвестиции. Для того, чтобы заработать деньги, я думаю, что либо вот в коучинге можно быстрые деньги заработать. Это не коучинг. Не называют это коучингом. Ну, это организация. Организация мероприятий. Организация семинаров или тренингов. Организация семинаров, тренингов. Хорошо, назовем это так. Это для заработка денег. Но, опять же, я вот решил попробовать в этом деле. Связался с тренером из Питера, который, ну, как бы мне симпатизировал до определенного момента в плане того, как он ведет бизнес и что он вообще людям предлагает, какие услуги и какие продукты. Вот. Но это я уперся в такой вариант, ну, в такую проблему, скажем так. Тренер, он просит что? Он просит предоплату за свою услугу, за услугу своего помощника на этапе первоначальном. Потом он приезжает, проводит тренинг, ты ему остаток за его услуги, еще это делится в каком-то процентном соотношении весь доход от этого. Возникает вопрос, что вот я, допустим, ну, на данном этапе я еще Вася с улицы в этом бизнесе ноль. Ну, грубо говоря, я знаю, как они этот бизнес более-менее проводят, но я сам ни разу этого не делал. Соответственно, они мне и говорят, что вот берешь, ну, это ищешь денег, даешь нам, ну, это денег, мы берем часть организации на себя, ну, и ты, соответственно, тоже берешь организацию на себя. И вот как бы у меня немножко как-то не попадает. Илья, вот про экспертную поддержку, вот слабое место вот там, где организация тренингов, рынок сильно перенасыщен. Честно говоря, сегодня в Новосибирске вот кто только этим не занимается и вывозит всех, и рынок сильно перегрет и перенасыщен на сегодняшний день тренерами, семинарами и всякой другой из них. Фигню. То есть, соответственно, как бы узкое и слабое место я тебе, ну, как бы показываю, что здесь очень высокая конкуренция. Конкуренция. Очень высокая конкуренция. Плюс, по большому счету, все ниши закрыты. Я достаточно близко, но вот Людмила тоже, то есть, как бы, наверное, поддержит, в том, что я достаточно близко с этим бизнесом знаком. Набрать клиентов на сегодняшний день на что бы то ни было, это, я тебе скажу, прямо… Независимо даже от того, кого везешь, как везешь и так далее. И уровень на сегодняшний день организации достаточно высок. Поэтому я тебе вот пока, ну, я тебе проговорил узкие места вот в этом вещи. Если ты хочешь продвигаться в этом бизнесе, тебе нужно подумать, прежде всего, найти уникальную нишу. Уникальную нишу. Уникальную нишу того, кого ты везешь, уникальную нишу того, кого ты предлагаешь. И сразу тебе до кучи идея. Я не знаю, по-моему, не возят автогонщиков. Тренинг автогонщиков. Не возят автогонщиков. Вот автогонки были недавно. Вот попробуй привезти автогонщика настоящего. На площади Ленина. Попробуй привезти какого-нибудь конструктора. Попробуй привезти какого-нибудь инженера по автомобилям. Попробуй перед этим, по нашим сообществам, наверняка много автосообществ, спросить про зондировать почву. А интересно ли им будет послушать какой бы им тренинг про автомобили, автогонщика. Это может быть, если ты его просто привезешь и просто им сделаешь встречу платно. И этого. Вот это то, чего, блин, я, по-моему, не встречал. И это может быть твоей нишей и как раз прям по твоей теме. Понимаешь, в чем дело? Я могу сказать, что техническое творчество, с одной стороны, оно как бы официально провозглашается, но реально техническое творчество народ нифига не идет. Отвыкают руками. Я могу сказать, что очень многие на школе социального предпринимательства, в Академпарке, где у меня были мастер-классы по тренингу, народ говорит, блин, мы сейчас все промышленные предприятия потащим, чтобы инженерный состав подучить, чтобы они изобретают на местах стали, продукцию совершенствовать, технологические линии, потому что 300 позволяет это делать. Тем не менее, сопротивление... Люди не хотят руками. Нет, сопротивление управляющих кадров очень высокое, потому что... А я хочу коммерческий проект создать. Мне не нужна... Ты слушай идею и записывай суть идеи. Суть идеи в том, что свободные художники, которые относятся к автолюбителям, раз это твоя ключевая вещь, то есть если ты найдешь, как соединить эти две ниши, то есть мы можем отдельно потом, если захочешь, прийти и поработать прямо в этой узкой нише, что может быть такое, то я думаю, что тебе успех гарантирован не только здесь. Кстати, ты можешь весь этот семинар сделать в Красноярске, раз там уже база есть. Тебе не обязательно делать это в Новосибирске, который перегрет рынок. А вот все, кто из Новосибирска, Иркутск и Севера, где есть деньги, они приедут в Красноярск. На самом деле, если ты еще сможешь приглашать известных дизайнеров, зарубежных, например, Татьяновских. Господи, я могу сказать, можно? По автомобилям. А я тебе скажу, ты хочешь купить этот автомобиль. Я хочу купить. У нас... Подожди, ты меня послушай. Я тебе хочу сказать, тебе не надо покупать автомобиль. Ты пригласи конструктора или представителя завода с этим автомобилем, чтобы здесь все сделать. И все. Это из-за Амбелия. Безинов или Орш? Из-за Амбелия. Да? Ягуар вообще купил. Сейчас все абсолютно... У меня есть мои английские друзья, если нужно будет, они помогут там, скажем, найти координаты там или ищут. Короче, это надо прямо на завод производитель сделать предложение про продвижение гоночных автомобилей в Россию и организовать большое мероприятие. Ну тут, смотрите, еще, кстати, момент. Ты идею записал? Я записал. Записал идею. В общем, эта идея была, я знаю сайт этого производителя. Более того, у этого производителя есть везде представительство по всему миру, кроме России. Стань дилером. Дилером. Вот и все. Стань дилером в России. И с этого и начнешь, и деньги появятся. И смотри, еще одна идея. Начинай формировать свой клуб. Я могу общаться. Можешь. Все. Начинай формировать, следующая идея, начинай формировать свой клуб. То есть своих вот будущих автолюбителей вокруг этого машины, вокруг этого автомобиля, вокруг вот этого всего. То есть, вот продвигай, продолжай, наращивай. И подключай народное финансирование. И подключай народное финансирование. А как это народное финансирование к этому подключению? Вы рекомендуете? Я бы начала сверху. Я бы сказала дилерам сначала. Тогда, может быть, и не нужно будет распыляться. Ну, идея, я уж и поговорю, раз уж. Мне нужна помощь. Вот, смотри. Самым лучшим образом, то есть, ты можешь, идея в том, чтобы привезти сюда автомобиль и сделать, ты собираешь автомобиль, который гоночный. И который такой, ну, попроще, то есть, собственно говоря. Я правильно понял? То есть, человек его покупает, начинает о нем гонять. Я здесь что-то разбил, дофиксировал. Да, ну, я тут же поставил, и он сам поставил. Вот, смотри. То есть, как бы, вот это с меру по нитке. Можно отдельно, это просто отдельная идея. Просто описать, что ты такие автомобили делаешь. Сказать, что да, я такой, какой я есть. То есть, как бы, я умею делать вот это, вот это, вот это, вот это. У меня есть мечта. Она вот такая, вот такая, вот такая, вот такая. И, может быть, народ сбросится на этот автомобиль. А может быть, просто один или двое, или команда людей найдется человек 10. Нафига одному человеку? 10 человек сбросились по чуть-чуть, купили себе на десятерых, выехали, и за одни выходные раздолбили его нафиг. Прикольно же? Да, вы это сняли и выложили в YouTube. Вы сняли и выложили в YouTube. Как мы, блин, развлекались, разбили автомобиль гоночный. Вот это же прикольно. Я могу сказать, что ваши клиенты, не знаю, на сколько, значит, это картинг-клубы. Вот, значит, у нас есть, то есть, мои бывшие клиенты, они зарабатывали на одном, а просаживали деньги на том, что они строили у нас здесь в Новосибирске картинг-дорожки. И спонсировали здесь. У нас сейчас реально нет. Ну, есть, есть где-то. Есть только на этом, возле зоопарка Нового, но туда все ездят и говорят, трасса слабенькая. Ну, как могли, так и построили, на свои деньги. Я имею в виду, что такие люди есть. И если ты найдешь картингистов, которые... Я знаю, я с ними общаюсь. Вот, вот и предложить им этот проект, именно им, чтобы, если говорить, там колеса приделал на эту штуку и разбил, да, там, ну, если проехал. Но, вот, на самом деле, если ты станешь дилером и привезешь сюда, то все, кто тебе нужны для народного финансирования, не соберутся. Тогда я могу сказать, ребята, я вот это привез, но вообще, а как бы нам, не хило ли нам сделать это? То есть у тебя будет целевая аудитория, и ты с ней непосредственно начнешь переговоры. Итак, у нас 20 минутка закончилась. Что было ценным для тебя? Ценным было для меня то, что все, ну, как подавляющее большинство идей, которые мне в самом начале, когда я только загорелся этой идеей, они подтвердились. То есть откуда надо идти и куда. Потом я еще раз убедился, что я через какое-то время в рутину в какую-то залез и уже пошел не тем путем. Так, следующее. Что еще для меня интересно было? Мне было интересно услышать новые какие-то идеи, которые дополняют мое мышление, и я понял, что людям все-таки интересно то, ну, как бы, та ниша, в которую я пытаюсь сейчас направить свою энергию. Вот. Плюс ко всему, что еще для меня было важно, для меня было важно, что моя идея, она, как бы, определяя, уже начала формировать форму, создавать форму. То есть, как бы, раньше я думал, может, туда, может, сюда, может, сюда. Теперь, как бы, есть определенный путь, путь есть. Вот. Ну, и опять же, тренинги и твоя все-таки мечта. Да. Более того, мне что интересно, что мои разрозненные идеи бизнесов, они, как бы, начали все-таки все равно меня возвращать к той основе, в которой я, как я понял, все-таки силен, и она, как бы, основополагающая. То есть, как бы, то, от чего я пытаюсь уйти, хотя, на самом деле, я в этом силен, опять же, я к этому возвращаюсь, но в другом качестве. То есть, как бы, моя слабость становится моей силой. Вот, как бы. Ну, что ж, давайте поблагодарим и поздравим. То есть, как бы. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...